Клокверк Так, Пангольер, Клокверк Ну, в этот раз LG вроде без Супер экспериментов с лесными пуджами Ситуация из того, что наблюдается Здесь у нас просто ЦК плюс Мерезка Ну, или ЦК плюс Клок линия будет, да Пангольер, видимо, медовый И Оффлейнер остался Ну, еще Пангольер может быть тройкой Так, поигрывают И, кстати, насколько я припоминаю, Виспер Это большой любитель Пангольера Тоже Первая за Энтити, Овердрафт Я бы не был Блин, какой задум Смотри на него С этими С квиккостами играет крыса Кстати, супер быстро двигается Хочет курьеров, походу, поубивать Он реально супер быстро двигается В сторону курьеров Подловить на том, что противники забыли про такую паберскую фишечку Как убийство курьеров Он один есть Погоди, а он... А он чё? Собир... Что-то Катаоми Тут какой-то киберспорт показывает Массовый Правда тут же побирает в ебало Конкретно Побирает в ебало В скобочках Конкретно Наст, граната от иммершина, блядь. Погоди, иммершин? А чё тут сделает иммершин вообще? А вот и Манки Кинг, так сказать, блядь. А вот и импакт. Попёр. Импакт на лице, так сказать. Человек-рыба. Догоняет БЗМ человека-рыбу, убивает его. Прям бенвиз трахнул. Иммершин гонится за Диэмом. Тимада подтягивает Диэма. Есть станчик, если что. Пока не использует. Походит котаомила, пытается сломать кок. Иммершин нажимает смог. Иммершин, конечно, какой-то пивной игрок. Ну, а Андрюха иммершин. Кулаком по клаве хуярит. Но что-то получается при этом. БЗМ в мид прилетел. Тут его уже ждали. Ну, БЗМ откидывает серемно. Там ещё танкует какое-то время. Может подвязать людей. Опасно. Что? А-а-а! БЗМ! Увернулся! Развернулся! Но всё-таки умирает котаом меч! На развороте тоже гибнет. Там ещё человек-рыба погибает. Ноу-ван здесь уже далеко под вышку. Залазит. Астралстепов, кстати, нет. Но скоро будет. Ля что творит, а? Всё, туда-сюда, туда-сюда. На! Ать-ой-ой! А-ха-ха! С другой стороны начинается уже мужская ёбка какая-то. Тиман получает стан. Стоит кок. Подтягивают фишмана. Человек-рыба погибает моментально. За Ноу-ваном погоня. Ноу-ван. Астралстепы на кулдауне. Один сейчас будет. Укатывается Ноу-ван. Но его может быть когда... Бау! Нет, его не останавливают. Но с другой стороны за Ватсоном погоня. Ватсон. Блочит, блочит его Тиману. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Пошло-пошло-пошла жара. Да, рифт. А там неожиданная манта. Но это не манта. А просто иллюзия. Что Ватсон, короче, видимо зря сюда пришёл. Как видится. Не стоил он того. Ему, наверное, нагия, у которой нет даже Яши. Лучше бы покачаться. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CS Go Run? Режим кейс-баттл уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами. И покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закреплённом комментарии. И забирай халявный скин по промокоду. Хватай секретный промокод в телеграм-боте. Она что-то там туда-сюда. Фокусы показываю. Так, террорайш хочет здесь откинуть. Мересочка. Откидывай террорайш. Человек-рыба здесь тоже участвует в замесе. Пятый уровень прокачки персонажа у него. Да. Просто Виспер приземлился на Рыбника. Нападают, правда, на Виспера. Виспера убивают. Нормально получилось. Получается, человек-рыба забайтил. Опа! Кто пиздел? Ой, Виспер! Врезался. О, покатился Виспер. Погоня за Ватсоном. Сбивает его. Долбит нормально. У Ватсона нет сна. У Ватсона проблема. Минус шишка. У Ватсон, скорее всего, тоже погибнет. Минус Ватсон. Да, 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 да. Даже несмотря на то, что драка началась достаточно, я бы сказал, достаточно идеально для Энтити, они ее проигрывают. Но в ней не было, ну, ванна или, погоди, или он, или он дал ТП как раз отсюда. А, нет, он был, да? Да, он был. Просто он быстро понял, что оно все идет нахер. Пофармил крипов, поэтому одного второго и говорит, ладно, парни, я все. И просто улетел фармить. Да. Ну, позовема здесь попытка напасть у него БКБ. Я не думаю, что они его убьют. Не, ну хотя, не выпустите из контроля, если вообще. Ой, даже так не смогли убить. Ё-пал, какая неприятная ситуация. И тут уже рядом команда. Висмер подкатывается. Убили человека рыбу. Ватсон играет в Доту-2 Ватсон. Все, ребят, Ватсон не ТОП-1 ММР уже и поплыл. Поплыл молодой. 0-4-1. ТОП-1 ММР бы имел бы 4-0-1. А теперь уже не ТОП-1, поэтому 0-4-1. Я читаю пасту и пытаюсь понять, это реально Егор где-то сказал, или это люди придумали. Потому что выглядит, как будто бы это, возможно, реально, где-то сказал. Реально, да? А где, откуда это? Егор просто же не любит интервью давать какие-то. Он такой не фанат вот этих всех историй. Человек-рыба. Не, ну тут уже в кора пошел он, конечно, видно, да? Виден Корпотенциал. Вивер, Весел и Молния. Да-да, оно. Использовать Тимадо Мант пока. А тут иллюзии какие-то вываливаются, миллион штук. Стан по БЗМу. Всем привет у БЗМа. Все пытаются убить БЗМа. Убзаем БКБ. И он еще на развороте дает им просраться. Да, в итоге Тавра улетает. В попытке на Увана становить чинами не получается. И получается, вот Ари зато пошел искать Нагу. И, кстати... О-о-о! Ну все, пизда. Все, приплыли нахуй. Где настоящая? А вот она! Крысы! Крысы! 24 тысячи ЛД ведут тем временем. Ну и на топе под пуш. Здесь у нас БЗМ на миде человека рыбу выцепил. И просто забил его. На топе Тимадо уже ломает вышку. Делать это вообще один. Ему никто не мешает. Но Уван где-то в миде хочет по крипскипать. Будто бы надо нажимать глиф на нее. Уберек лока, кстати, снизу где-то. Умена. Ну поймали Ватса. У него сон есть. На его месте я бы нажимал этот сон. Так, он и делает. Ну и все. ГГ мы проебали. Э? Хм. Ох! Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подходит тут же и всем составом сюда говорят. Давайте поможем нашему другу на АЦК забрать эту сторону бараков. Особо пока помощи от них немного. Ну, Тиман Саигасом его в соло бьют. У демок, кстати, нет. БКБ он так вот как-то подошел. А БКБ-то нет. Ну, байбек есть. Возможно, в этом и была идея. На что-то забайтить какие-то скиллы на себя. Нажать байбек. Но пока он и байбек не нажимает. Так, Кверк влетел в Катаоми, который сидел на елке. Что? Ну, он, судя по всему, хотел в кого-то другого влететь. И, видимо, врезался в Катаоми. А дем после байбек появляется. Тут же рассыпается. Да, человек и рыбу ловит. Он тоже умирает. Даже не успел на что нажать. ГГ написали. Да, ну, такая... А, ебать. Звуки. Ну, такая игра. А, не, он конкретно в него влетал. Конкретно в нем вовле такой. Такой и был план. Но на первой игре Entity, конечно, ничего не показали вообще. Ну, точнее, они показали какую-то хрень. Вот что я могу сказать. Вивер-саппорт в аэропорт. Неплохо, кстати. Надо запомнить. Вивер-саппорт в аэропорт. Это хорошее. Это хорошее. Ну, правда, в этой ситуации они из буткемпов играют. Поэтому, получается, если в аэропорт, то как будто бы типа на Инт. То есть взял вивер-саппорт и выиграл квала, и в аэропорт на Инт. То есть в этой ситуации не работает. Вот на лане, когда будут играть, вот там вивер-саппорт, это в аэропорт, да. А Свен и Лина. Ну, кстати, я хотел сказать я, что вивер у нас, видимо, опять саппорт, а потом подумал, что в принципе не факт. Знаменитый Свен-саппорт все еще иногда может быть. Забавно, что я еще же вижу Лину из Шторма. То есть получается, что Лина это либо саппорт, либо это Кэрри. Кэрри-Лина. Есть такой вариант. То есть есть вариант Шторм Спирит Медовый. Кэрри-Лина, пятерка Свен. Линия Свен-Лина. Это что-то из 2007 года буквально. Вот на Асусах так пикали, ребят, мы ставили Лина-Свен, да. Рабочая линия была Лина-Свен, да, в порядке. Вот, и тогда это вивер-четверка. Вот такой вариант возможен. Возможно еще вариант где-то Кэрри-Свен. Лина тоже четверка и вивер-пятерка. Но, кстати, этот вариант мне нравится меньше. Уж лучше тогда все-таки Лину делать Кэрри, что ли. Да, ребята, это Человек-Рыба на пятерке Свене. Серт на Свена, заебись. Ватсон на Кэрри-Лине. Катаоми в этот раз у нас на вивере. Он будет играть саппорт. Вивер-четверка и Тед Хантер. Имеется Медовый Шторм. Или там Дизраптор. У него 4 скилла, все полезные, все спортивные. Ну или там Мейден. У нее 3 скилла полезных и аура дерьма. Но она, мол, тоже что-то хотя бы делает. Ну и так далее. Там любого назовешь и вот так будет. У Свена, если что, на саппорте, получается, как бы двух скиллов нет. То есть Клифф и Год Стрэндж это скиллы, которые не работают на саппорт Свене. Только если, ну, нет доминации, опять же, какой-то, где у Свена саппорта на Творс больше, чем у вражеского кора. Тогда, да, будет работать. Но это, такие опции мы не рассматриваем. В такой ситуации будет работать что угодно. Поэтому это не рассматривается. И получается, у него как бы два скилла. Стан. Хороший скилл, нормальный стан. Стан есть стан. Хотя убили здесь иммершина. Только крип с маной должен быть. Ну, слушай. А, он только крипов с маной убивает, да? Ну, вот на крупных стаках, вот этих больших, там, по идее, вообще все крипы с маной. То есть, вот, видишь, три криппа с маной. Эти тоже с маной. У маленького кентавра вроде нет маны, да? Да, но у большого есть. И, а у этих, у Урс. Ну, там, пока я на это смотрел, там сверху ебутся. Дико вообще люди. Убили Ватсона, убили Свена. Здесь снова Ванна хочет Ария поживиться. У Арии есть карапас, он его нажимает. У Ноу Ванны, на самом деле, маны маловато. Я даже не уверен, что он убьет. Он берет Лотус, чтобы пополнить манозапасы свои. А Виспер куда-то идет. А-а-а, Катаоми здесь руну забрал. И еще Виспера хочет убить. Желчков закинул. Ну и, на самом деле, Ария сейчас тоже тут может умирать. Нет, не умирает. В итоге, да, Катаоми убил Виспера, но Ария как бы разменял его. И вообще, на самом деле, для Никса Сассина это, конечно, невероятно приятная история. Пятый сплейный уровень у него. Помощи нет. Ну, понимают. Понимают, что Ватсон, скорее всего, вниз поехал. И могут там попробовать его убить. У Арии еще инвиз. Секунд 10, наверное. Где он, где он, где-то тот, где-то тот, ватон, ватон, ватон. Кусь! А-а-а! О, позорник! Ой, как опозорник. О-о-о! А там лагуна в крипа. Блядь! Это симфония скиллов. Это профессиональные какие лучшие в мире. А-а-а! Ну, по итогу Лину смогли забрать. Кое-как. Конечно, должно было быть лучше для ОДЖИ. Чел, на Никса Сассина должен был просто попасть с Таном. Они бы убили Лину сразу же. И не надо было заходить под вышку. И вообще, возможно, все было бы в разы лучше. Ну, благо, хоть так. Хотя бы так. В этот момент Тимада качается. Да. Иммершн в миде стоит. Сосет экспо. Ну, благо, хотя бы просто не сосет. Только экспо. Э-э-э, Виспер. А, неужели Грейджный барабан? А, нет. Блин, несет в себя. Опять Ари в инвизи. Погоди, это повтор. Я это уже видел. Ха-ха-ха-ха-ха. Я это уже видел. Но в этот раз... Здесь еще и БЗМ. Так, ну все. Сосать рак. Там, правда, зеркальная ситуация. Убили Бруду. Но только она не совсем зеркальная. Потому что... Ватсону убили под Тир-2 вышкой вообще где-то там. А Бруда просто перед Тир-1 своей пизды получила. Что довольно странно. Ну, типа, нахера он там фармит? Мог бы забить болт, фармить лес. Но тут, как говорится, не спрашивайте. Иммерж. Ватсон спился. Уже не топ-1 мира и топ-7 Майндворс в игре. Ну да, видимо, все. Все, ребят. Бафф Бейт спал, походу. То есть Ватсон это был игрок, на котором Бафф Бейт провисел супер долго. Потому что он играл в Бейт достаточно долго. И он тащил Бейт. Соответственно, Бафф Бейт на нем висел супер долго. Несколько лет, дорогие друзья. Ну вот, походу, спал Бафф Бейт. Ари убил человека-рыбника. Базэм на стрелостепах здесь выживает. Ари стан дает. Есть карапас, соживает карапас. Пришел сюда виспер. Виспера нет. Черные дыры пока что Ари. На развороте кастует скиллы. Ну, не особо помогает. Когда он восьмого уровня прокачивает персонажа, но он ваннах касте. Убегает, улетает. Догнать его не получается, хотя Бзэм. На стрелостеп юзают. И присоска? Да ладно. Слушайте. Неужели получится убить? Но ванна разворотит. Он тут ДМ. Хотел бы он дать Робагу, но Робага уже на кулдауне. Бзэм. Бьют его всем селом. Ватсон. Хочет прокинуть стан, но Бзэм убегает. И астрелостеп появляется у него. Он в итоге откидывает еще Реман. Там получается стан. И... Не успевает она ради семи лейт. Успевает она ради семи лейт. Прячется. Небо это куда. Использует. Пульс. Но это не спасает. Ватсон все-таки его забивает. Прикол. Смогли догнать. И трахнуть. Все-таки. Виспер. БКБ себе фармит. Виспер. У Диэма. Дмитрий Сларк имеет. Вангвард. И... Хочется блин. Кто поделает ворс. Между прочим. У Вивера. Почему-то нетворс. Не на много меньше. Чем у Кэри Лины. Вивер. Не Кэри. Я напоминаю. Поймали. Андрюху Иммершн. А трактули его. И тут же минус вышка будет. Как тебя нам относишься? Фортом с Веном. Вивером и т.д. Нормально. Все... Ситуативно. В Доте нет плохих героев или типа того. Однозначно плохих. Есть плохие решения. Неоптимальные. И так далее. Ситуативно. Все это нормально работает. Ну кроме Сайленсера. Он хуевый, да. И тут Аганим появляется у БЗМ. Ну кстати какие-то определенные пики силы. Он же сейчас словили. То есть догон на Никсе. Аганим на Войн. Блаттор на Бруде. А вот уже прям почти. Ну и прям сейчас хорошо припаковались по предметам. Потому что видите как это в Доте работает. 4 тысячи в дот энтити. Ну вроде перевес. Но если ОГ прямо сейчас все деньги свои потратили на предметы. То есть вероятность что фактически они сейчас ведут. Потому что возможно часть героев противника ходят с каким-то баблом. Просто которая никуда не потрачена. То есть ОГ полностью под ноль закупились. И купили какие-то предметы. Которые прямо сейчас их усилили. А вот у Энтити что-то фармит. Вот например тут двуха на руках. Ну прямо сейчас кстати у Энтити тоже потрачено в основном деньги. Так или иначе ОГ сейчас не так слабые. Не так-то и слабые. Ари нажимает кара пасеки. Дема отстанивает. Вообще нет блокола. О, ОГ уверены ли они что они хотят идти вперед. Дем. Ну бзм. То есть что-то блять с пивка дернул здесь как будто бы лишнего да. У Дема шарник есть. Поэтому он просто подвязал его и все. Станчик какой-то откидывают здесь. По иммершину работают. Что-то иммершин погибает. Ари улетает. И иммершин не улетает. Человек-рыба забирает фраг. Ага. Ну че-то ОГ по-моему переоценивают себя немного. То есть они за блокола убили шарма. То есть они 5 в 4. Ааа. Дреддовская инициация от Ноувана была. Я понял. Во, это она была. Поняли он сдох. И они такие ха-ха лошара. И пошли пушить. И получили пизды. Потому что подумали что они сильнее. Это же оно. Буквально на ваших глазах. Произошло. А, то есть вот так, да? Понимаю. Очень сильно весь пропозорился. Потому что он просто. Ааа. Не стал блокхолдовать второй. Он подумал что и так справится. Смотрите. Отлично блокхолдал. Шикарный. Ну правда никто не бил изначально. Но. Они начали довольно быстро бить. У инигмы. Ааа. У него маны походу. На второй блокхолд не хватило. Видимо. Посмотрите что случилось здесь. Ватсон. Остается 200 хп. У инигмы. У него есть маны на блокхолд. У него есть стики. То есть он мог сразу сейчас. Нажать второй блокхол. И все. Но он подумал что они и так убьют. И он не стал нажимать блокхол. Второй. Хотя мог. И вот мог. И мог. И сейчас мог. А вот сейчас уже не мог. Потому что он сдох. И тут выясняется неожиданно. Что почему-то Ватсон не умирает просто. Да. Такая. Ситуация возникла. И все. И они все сдохли. Тройное. На самом деле еще. Проблема в том что у паука был на кд хангер. Он куда-то его потратил. Он фармил лес с этим хангером. Или где он его потратил. Я не знаю. Но он его куда-то потратил. Поэтому у него не было хангера в драке. Вот он бил все время без хангера. Естественно был бы у него хангер. Лина бы там умерла. Без проблем. Но она не умерла. Да. И 12 тысяч теперь в этот эндити. Ну такая. Забавная ситуевина произошла у нас ребят. Ария нажимает карпейс. Вот это блэк холл. Как же ебут там в этом блэк холле людей. В этот раз возможно Ватсона возьмут. В этот раз взяли. Правда пролетает Нован. Убивают человека здесь. Нован получает сайлент. Не получает сайлент. С другой стороны на Ватсона нападает. Ватсона проблема. Где? Прыгает. Дает стан. Ебатсона опять что ли всех убьет. Но не в этот раз. Но в этот раз всех убьет. Нован похоже Вивер Байбэк пролетел сюда с ультимейта. БЗМ там дерется. Как загнусь. Вирм он особо опасен. Ой-ой-ой. БЗМ есть стики. А ну-ка. К стики. И назад прям прыгнуть. Дему въебало. А хорош. И сдох. Я шутил когда это говорил. Не надо было. Надо было уйти. КТООМИ ультра килл после байбэка на жуке. Ебать. Кто пиздел на саппорт Вивера. Ой БЗМчик побирает. Здесь конечно конкретно жив еще. Нет. Не выпустили из контроля БЗМа. Просто не вышел. Текст стан. Стан. И все. Да. Умирает здесь еще и Никс Атсасин. Неприятный эпизод так скажем. Который может сейчас вылиться в потерю каких-то бараков. Ну. Да. Может вылиться. Потому что на вот стопы грипы подходят много. Да на миде уже недалеко. Минуты еще до воина. Дерево будет конечно закидывать броню. Это немного поможет. Но боюсь что против вот такой Лины это поможет не сильно. Как видим сквозь бэкдор и броню тут пробивают ребятки. А вот сейчас еще бэкдора больше нет. Поэтому база падает быстро. А глифты кстати тоже нет. Дота такая игра в ней. Вряд ли существует определенное правильное мнение. Что работает и нет. И что фигня и что нет. Но я думаю что метеорная шторма это нормальная тема. Я еще это сказал. Ага. А не перебор ли брат Виспер вот так вот это вот. Блядь. Ебут. То есть я еще про метеорную шторма вот сразу сказал в этом патче. Что мне кажется норма. Люди будут покупать. В итоге люди начали покупать. И действительно вроде норм. Но на этом моменте они проебали игру. Честно что-то Виспер. Пивчанского какого-то исполнилось сейчас. Два блэкова просто в тайной. На хуя. Не знаю на хуя. С другой стороны там где-то БЗМ огоняют. БЗМ пытается. А что он пытается то здесь я. ХЗ. Но он просто съебывает шторма под регеном. Знаешь что. Шторма под регеном съебать будет ебать. Как тяжело. Да. В итоге не получилось. А там трот падает в этот момент. Идет фидеть. Вот тварь на фидел уже после ГГ. Но из-за этого счет стал чет. Это как бы плюс. Но практически он ставил на нечет. Уже ГГ написали. Пошел на фидел. Пошел на фидел на чет. Так. Ну что. У нас на ласт пик у ОДЖ. Какой-то герой. Как будто бы для имерши на ласт пик что ли. Или что. Или все-таки имерши на тени будет. Да. Именно все у нас. Вот так оно и получится. Интересно как они залайниют ОДЖ. То есть с одной стороны. Логично. Было бы поставить тени к Энигме. И белку к ЦК. Но с другой стороны. Получается. Вы разбиваете сыгранный дуэт. Игроков именно. Виспер Ари. Которые. Правда он какой-то забаговный 124. Непонятно. Может быть там еще ноль после 124. Опа. А вот и Рубен Валерьевич погиб. Да. Тимана взял рифт на втором. И накинулись на Рубика. Трахнули резко его. Белкинс правда без маны и без ХП. Ну ладно. ХП еще ладно. А вот маны маловато у Белкинса. Надо бы как-то что-то как-то восстановить. Может быть. Да. А вот клареточку несет в себя. Стик. На будущее. Пригодится. Вторые долоны вылезли. Вторые долоны поплотнее немного. У них кстати говорят. 3-2-2. ХП. Что? 3-2-2 наоборот. ХП. Это как понимать вообще. На брюхо тут погибает Тимана. Вместе с Белкой. Ну сильный лайн. Да. Такой агрессивный. Достаточно. И хорошо отрабатывают. Делают фраги. Иногда подчас на сильном лайне. Люди не могут добиться. Весомого результата. То есть лайн вроде сильный. Но убить никого не получается. Ой. Ну Ван просто всолил рачка. Погоди. Ну как это? Это при том что к нему и мерчат. Так что шел ему контроль в другую руну. Он просто мог турапойти. К того он здесь что-то бегает от людей. И прячется. Тысячу голды энтити ведут. Не так много на самом деле. Ну потому что снизу у энтити все не столь гладко. Поэтому не так-то и много они ведут. Арина дема нападает. Но не попадает бушхакам. К сожалению. Опа. Умирает здесь БЗМ. Ну а мерчан разменивает. И мерчан пятый уровень по этому поводу. Но Ван типа из БЗМа. Например Блинк на Энигме первым артом. Это был как бы дефолт дефолта. И другое. Особо даже не рассматривалось. Другие варианты. Ну потому что. Если ты будешь покупать там Меку. Там Владмиры какие-то. То Блинк хрен пойми когда появится вообще. Тебе очень это плохо. Но потом менялась игра у нас. И потихоньку стало не модно покупать Блинк первым артом. Потому что ты просто покажешь Блинк. Но ты очень слабый что-то какой-то. И не одним ультом как бы ты дерешься. Как будто бы. Где мне здесь темада? А как раз спалить Блинк. Ой спалить точнее Арчит. А вот и. Опа. Получай Арчит. Скотинюка такая. Блять. Оооо. Блоккол. Элитный. Элитный блоккол. Атосик Уари появился. Хороший выбор. Хороший выбор. Здесь доп контроль не помешает. Быстро вот купил он Атосик. Ну можно было бы начать с Мелдшторма. Чтобы быстрее качаться. Но он решил взять Атос. Чтобы иметь какую-то инициативу дополнительную. Вообще у OG инициативы много. Но как мне кажется в доте инициативы никогда лишней не будет. Чем больше героев могут начать у тебя драку так или иначе. Тем лучше. Играть удобнее. Любой персонаж увидел момент какой-то и сделал дело. Как же порвало-то нормально. И БЗМ. Далее в погоню. Ватсон на всех тут прокинул. Ультимейт. Очень больно. Но никто что-то не умирает. Умирать отказываются. Зато вот Китаоми погибает. И OG уже тысячу голды ведут. Тем временем. Ну знаете. Люди в доту играют. У них всегда ощущение. Что противников всегда пять. Везде. А не везде в пятером. Потому что. Ну. Типа. Как бы. А как иначе. Ты смотришь на своих челов. Один фармит тут. Другой здесь. Третий там. Ну противники. Они всегда будут в пятером. А что если БЛЭКХОЛ. Ой хорошо. Так как. Фишман подходит. Ватсон ультимейт дает. Толком ни в кого не попадает. Но дэмэдж у Ватсона имеется. Там Аганим и Кристалис. Поэтому надо быть аккуратнее. Фишман. Человек рыба. Что? Какой-то МИЗ залетел в него. Кузей ЦК что-то докопали сюда вышки. Но пропадают они. Впрочем. Темада. Пока просто шароебится. Отдали еще тавер снизу. У нас. Ребятки. из ОДЖМ. Выжидают выпадения Аегисы, да. Просто ждут, пока Аегис упадет. Аегис упадет скоро. О, между прочим, есть еще такая забавная история, неприятная для Энигмы. Это герокоптер с Аганимом, у которого много дэмэджа. Ты даешь в него блэкхолл, и, возможно, тебя убивает сайтганнер с Аганима. Тимада бьют, но Тимада готов потанковать. У него Тараско БКБ. Он очень крепкий армалец. Включен он армалец, там 4000 хп с лишним у него здоровья. Поэтому танчить готов и в целом... Так, ну и Нигму нападение там, блин. А у Аван-то БКБ нет, а он уверен в том, что он сделал его сейвят в Тамбу. Ну, правда, из Тамбы отбывали. А, ну у него Аегис, у него Аегис. Вот в чем прикол. Да, там ЦК на бэклайне просто ворвался. Одного расхуярил. Этот один байбэк нажимает. ЦК делает БКБ ТП Алыч мув. Соответственно, Найтфолу спасибо за то, что научил всех этому действию. Иммершн тут пытается уйти, нажимает Глимер и умирает все равно, да. Ракета его там добьет. Даже не ракета, сайтганнер добивает. Тима Ада использует ультимейт и опа, ну там Сатаник. И минус Белкинс. ЦК тут продолжает драться. Энигма ждет момент, ждет момент, жду момент, жду момент, жду момент, жду момент, ждущий момент. Это момент. Это момент. Виспер вновь выебал и высушил просто людей. Как же хорош он этот Виспер. Это мутант из канализации, не просто так. Такие прозвища просто так не дают, ребят. Господи, сколько что-то говна-то на этом Рошане. Как же Рошану поплохело. Да, сильно поплохел. Там рефрешер для Виспера. Ух, рефрешер для Виспера, дорогие друзья. Это опасно. Сейчас может неожиданно получиться два Блэкхола. Гиро Рапиру хочет купить, но пока не покупает. Убезума и трещит. Ебало. Трестуло, ебало. Имершина теперь будут здесь душнеет. Убивают имершина. Ну, понимают у нас ребятки, что позиция у них уже прям, скажем, не... Ого-го. Надо уходить. Но ждущий момент, все ждет и ждет. Вот нашел его Брюмастер. Да, все. Энигму будут сейчас тут контролить Блэкхол. Хочется дать, конечно. Но понимает, что Рубик спизит. Делает БКБ ТП Алыча. Здесь исполняет Тимада. Нет, ТП Алыча у Тимада. Куда-то ТП Алыч поратратился у него. И по этому поводу приходится умирать. Ну, как неудачно. Как неудачно. Там, конечно, сверху барак, кстати, упал за это время. Рунжовый, судя по всему. Но это, понятное дело, что дичайший минус для ОДЖИ прям вообще. Потому что это же они только что Рошара забрали. У них Аегис был. Рефрешер, все дела. И просто что-то на ровном месте проебались. Так, мы проебали на Инте. Ну, не, на Инте проебывали не совсем так. Там проебывали по-другому. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Ария. Ну, почти-то и далус. Ну, он же может купить. Да, хотел сказать, может на Байбэк захочет оставить. Но, видимо, пофигу. На Байбэк не та ситуация, чтобы на Байбэке, так сказать, оставлять. 10% шанс срабатывания Каос-Страйка у Тимада. Такой талант взял. Иногда берут секунды Фантазма, но, видимо, он посчитал вполне справедливо, что здесь Фантазм в любом случае есть вероятность, что умрет очень быстро от Герокоптера. А все-таки 10% Каос-Страйка это сильно. Это сильно. 43% это... Это хорошо. Так. Хорошо. Стоит. Шторм залетает. Просто разревелит. Куда-то. А, не просто разревелит. Это он в Нигму влетел прямо хорошенечко так. Все, Каос в Баклане. Убивает тоже кого-то. Андань, Андань. Там сразу появляется, возвращается сюда. Тимада против Ватсона. Вот это драка. Просто манфайт. Убивает Тимада. Ватсона. Блин, ну здесь какой-то мужской завес. Это просто гачи-борьба. Никто не пытается никого каять. Они просто хуярятся. Как загадные звери. Взлетает. Пока что-то Тимад. На Иулли его подняли. Ватсона тоже байбэк. Пора нажимать. Тимад здесь всех убивает. Уже все копии Дема. Практически убил. Дема скоро может сложиться. С другой стороны. Блэк Ол. Хуярится прямо в лицо. Шторму. Шторм погибает. Здесь у нас бьют. Кого? Кто это? Это Дем. Дему больно. Дем погибает практически. Практически погиб. Погиб. Тоже есть байбэк у него. Байбэк это Шторм. Байбэк это Дема. Все байбэки практически потрачены. Ладно. У ЦК и у Войны еще есть байбэк. Шторм возвращается на фуллману. Здесь начинает наваливать. Пытаются убить Тимаду. Но как же он с этими критами живет? Он критует и хилится. Критует и хилится. Посмотри на эту тварь. Умирает. Два байбэка будут ли тратить? Умирает также Тинни. Но Тинни уже нет байбэка. Боже мой. Что за карнаж здесь произошел в этой драке? 14 тысяч урона нанес просто ЦК. А что же они байбэки? Они не хотят нажимать на OG. Байбэки просто все нажали, если что. Просто все нажали байбэки, кроме Андайинга. А Андайин не нажал байбэк просто потому, что у него автобайбэк есть. Тот самый автопедаль соло бесплатная. И он так появился без байбэка. Поэтому он не нажал. А так-то типа он тоже умер. Грубо говоря, он тоже нажал байбэк. Да, и здесь ребятки байбэки не стали нажимать на двух корах. Все-таки отдали Рошана. Посчитали, что не хотят они этим заниматься. Ну 50 секунд все равно придется нажимать? Или что, трон упадет же, не? А, там рапира на гирокоптере. Это ел упало опасно. Да, нажимаю два бая. Но у Тини нет бая. А у Нигмы нет два хола. А у трона нет ебала. Вот такая вот история происходит здесь. Минус и Нигма. Ой, без байбэка и Нигма. Что-то засасывает двоих. Проблема там Бзэм. Тимадо. Тимадо пытается драться. Но нет. Тимадо тоже гибнет. И трон упал. Ну хорошая была. Ребят, дота.